Очередная группа людей, заключивших контракты с Министерством обороны России, отправляются для прохождения курса военной подготовки с последующим выездом в зону специальной военной операции. С некоторыми из них сегодня пообщался наш корреспондент Артур Мкце. Мотив, все почему-то думают, что именно в плане заработка, но это не так. 90% те, которые приходят, у них как бы патриотизм на первом месте, можно сказать. То есть у всех какие-то нюансы, у кого-то дети, у кого-то внуки. Понимая, что на данный момент нужно как-то это пресечь, этот фашизм, у людей проявляется патриотизм. В военкомате Черкесска оживлённо. Группа людей, которые заключили контракты с оборонным ведомством, отправляются на подготовительные сборы. Спустя 2-3 недели они уже будут находиться в зоне специальной военной операции. Как говорят сами контрактники, мотив их решения основан в первую очередь на необходимости встать на защиту российских рубежей. Тем более, что сейчас это особенно необходимо и почётно. По новостям смотрю, вижу, там страдают дети. Лучше там остановить, чем пока сюда придёшь. Сидеть времени, ждать, дойдёт, не дойдёт. Никто не знает, лучше поехать туда, чтобы моя дочь могла спокойно лежать, спать. Это было ваше персональное решение или семейное? И как восприняла семья? Честно говоря, просто семью поставил перефактом. Они никто ничего не знал до последнего дня. Решил подписать контракт, пойти служить, отдать долг родине, защищать родину. Как бы считаю, это долг каждого мужчины. Близкие тоже есть, и братья есть, и друзей очень много. Кто-то ещё воюет, кто-то уже там остался. Но дай бог всё закончится, дай бог все вернутся живыми, здоровыми. И будет мир во всём мире. Заметно, что собравшиеся около военкомата люди переживают за своих близких. Однако все они понимают важность принимаемого решения. По словам представителя пункта отбора на контрактную службу, в учебный центр в Ростовской области на этот раз отправляются 12 человек. У кого-то за плечами уже есть опыт армейской службы. Других придётся с нуля обучать навыкам, которые необходимы для выполнения поставленных задач. Впрочем, главная из них, стоящая перед военнослужащими, это защита мирного населения на приграничных территориях страны. И, как заверяют отправляющиеся на службу люди, она будет полностью выполнена. Артур Умыхце, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия.